А скрипач Вячеслав Устюжанин едва позволила погода, вышел из онлайна прямо на балкон и подарил соседям небольшой живой концерт. Наталья Хмелева побывала под балконом в числе зрителей. Для некоторых новгородцев самоизоляция не помеха, а скорее повод нести культуру в массы. Правда, для того, чтобы поговорить с сегодняшним героем, нашей съемочной группе придется в буквальном смысле слова взлететь. Знакомьтесь, Вячеслав Устюжанин, организатор и исполнитель концерта на балконе в доме номер 12 по улице Коровникова. Признается, началось все случайно, еще в начале карантина, когда нужно было как-то организовать досуг. И музыканту позвонила генеральный директор нотки Нина Маркова. И говорит, Слава, сделай ролик. Это был второй и третий день самоизоляции. Ну, я сделал на телефон ролик, а спустя некоторое время, в этот же день, я подумал, а почему бы каждый день вот такие ролики не выкладывать, чтобы людям было интересно, ну и самому, как говорится, не запсеть. Ну, а после от выступлений виртуальных перешли к реальным, просто ради разнообразия. Сегодня в основной программе венгирский танец Брамса. Музыка, признается исполнитель, на века. Конечно, без подготовки не обошлось. И тут большое спасибо соседям, рассказывает Вячеслав. Даже по батареям не стучат во время репетиций. А это то еще испытание. Ну, часа два, может быть, два с половиной, начинаешь заводиться, работать над материалом. А это все идет через усиливающую аппаратуру. Она сейчас и здесь у меня стоит. Если вы сейчас увидите, я могу даже поднять, чтобы люди понимали, что это будет не запись. Так что все по-честному. Скрипка, классика и зрители. Такой вот концерт на высоте. А есть ли у него успех? Спросим у соседей. Благо, расстояние для эмоций не помеха. Как вам концерт, товарищи? Супер! Счастлив таких концертов не только во дворах. А кому еще понравилось? Попошите руками. Кстати, одним произведением ограничиться не удалось. Зрители потребовали продолжения программы. Сам же Вячеслав обещает, станет теплее, будет выходить со скрипкой на балкон чаще. Ведь хорошее настроение для здоровья порой не менее важно, чем лекарство. Наталья Хмелева, Андрей Константинов, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.